Все, может? Олег, может? Два насущных, основных вопроса, которые интересуют общество. Молодежь, ситуация и положение культуры в обществе. Насколько они интересны? В разных регионах очень разные ситуации, как вы понимаете. То, что касается культуры, сейчас вышли новые нормативы социальные. И мы сейчас разбираемся, в какой части они справедливы и что они несправедливы. Потому что приехали из регионов, допустим, Челябинцы, и говорят, что им надо построить еще шестьян, для того, чтобы списаться в эти нормативы. А в Красноярском крае будет сокращено очень много сельскохозяйственных библиотек. Поэтому где-то прибыло, где-то убыло. И везде пытаются подключиться, включение в интернет, в эту национальную электронную библиотеку. Библиотеки еще нет, она уже везде прописана. Скажите, пожалуйста, насколько вы тесно работаете с Василием и с новым министром образования? И с министром Мединским? С Мединским мы работаем очень плотно, поскольку это наш плотный министр. И мы, то, что касается законодательства, то, что касается вообще нормотворчества его и каких-то конкретных там проектов, мы, как правило, участвуем везде, на коллегии министерства ходим, высказываем им свои претензии. А с Васильевой у нас не очень складываются отношения. Хотя, вот я недавно провела совещание с Рособордонцовым. Но в части музыкального образования, специального музыкального образования, у нас всего 12 учебных заведений с таким, как бы, замкнутым циклом от первого класса до десятого. Есть поручение президента сохранить эту систему. Вот мы как-то с ними разбирались. Я почему об этом спросил? Потому что, понимаете, чтобы воспринимать молодым культуру, нужно иметь базис, элементарное понимание о том. Ну, здесь не Васильева. Здесь у нас большие проблемы возникают с ГАИ. И, как бы, потому что новые нормативы коллективного посещения театров и музеев с школьниками, они, на самом деле, запретительные. Поэтому, просто, поскольку очень сложно это все оформлять, требуются хорошие автобусы, требуются, там, разрешительные документы и сопровождения, это очень дорого, то просто прекратили это делать и не возят теперь на музеи, не театры. Вы знаете, там есть еще одно, палка о двух концах. Дети начинают ненавидеть музеи, когда их стадами гоняют. Ну, некоторые дети единственный раз в жизни были в театре в составе класса. Я так не понимаю, дети, да? Поэтому, насчет стадами гонять, это вы забудете, этого не было. И сейчас этого уже нет давно. И об этом сегодня мечтают просто и музейщики, и работники театров. У нас был круглый стол с Галягиным по театрам. И вот как раз по 10 театрам был оправдан. А сейчас ТЮЗы вообще теряют свое, просто, как пишут. А они, в общем, общие театры, они перестали в естественном, просто делать. Ну, нет, там по-разному. Есть детские специализированные театры, есть государственные театры. Вот у них большая проблема. У них государственных проще, потому что они, так сказать, ну, как с открытой признами, ну, ладно, собрались, поиграли. До тех пор, пока билеты продаются, и разбежались. Но самая большая проблема, это провинция, естественно, и селок. Рабочие поселения. Там люди вообще лишены доступа к такого рода благам. Хотя эти культурные блага пройдут как гарантия к конституции. Поэтому вот мы все новоселье, понимаете, виновные, они, конечно, должны. Но когда смотришь условия, в которые их поставили, уголовная ответственность сопровождающим. Если учитель везет в класс, и что-то случается, он отвечает, понимаете, да? Обеспечить безопасный переезд целого класса, допустим, да, даже внутри одного города практически невозможно. Нет такого класса автобусы, сопровождения, бумаги и все остальное. Теперь вот какой момент. Все-таки вот с молодежью. Молодежь всегда радикально и пытается решать какие-то свои проблемы. Куда она вот сейчас повернет, в такой напряженной ситуации в стране. Как вы считаете, что мы должны делать, чтобы, в общем-то, в полувидную сторону ребят повернуть? А не просто протестные и отдать их кому-то совершенно не подталкивать? Ну, для начала мы взрослые должны перестать врать. Они очень чувствуют любую неправду, любые двойные стандарты. И поэтому, когда мы делаем приятное лицо и говорим, что все хорошо, прекрасная маркиза, то наши собственные дети говорят, как же вам, родители, не стыдно? Мы же видим все, что происходит. И как вы помните, в этой знаменитой сказке про колору короля, мальчик закричал, а король – это колор. Вот в нашей ситуации примерно такая же. Когда мы, понимая всю ответственность о том, что не надо раскачивать колору, молоку, что не надо, что надо укреплять государство, мы брём, да, то дети перестают доверять не только власти, но и нам. И тут ещё один вопрос очень интересный. Дети ищут приложения, которые не досуг, а делам нужно ещё, общим, как вы считаете, находить общее дело. Ну, они находят, они как бы на какие-то социальные проекты подписываются, волонтёрами работают, я не знаю, там, щенков спасают, экологию какую-то чистят. У меня всё время проходят мероприятия в избирательном округе. Наша задача – только обеспечить им то, что называется, необходимо. Если мы занимаемся экологическими, вот у нас там субботни, я должна обеспечить лишнюю грамму, на этих мастерах, стащу, инструменты какие-то там, лопаты, грабли закупить и привезти. И этот мусор, чтобы вывезли, да, вот это моя забота. Они сами же гребут, и я же не сдадил. И они с удовольствием вписываются. Но нужно им дать поляну, понимаете, для применения их благородных сил. А потом ещё сказать им за это спасибо. А потом ещё спросить, а чём вы на этой поляне дети хотели бы сделать? А дети говорят, а мы хотим здесь самовременную скульптуру установить, понимаете? Или там чего-нибудь ещё. Чтобы они чувствовали себя участниками жизни. Совершенно верно. Хозяевами своей страны, понимаете? А то мы говорим, дети, на тебе леденец и иди вон. Понимаете? Пытаясь их покупать. Вот это неправильная позиция. И у «Справедливой России» как раз очень хороший молодёжный такой флаг, потому что мы им даём свободу придумывать. И обеспечиваем им то, что называется тылу. Оформление документов, переговоры с администрацией, материальные какие-то затраты. Да, это то, что... Вот, вы знаете, один момент. Ещё, если можно. Вы знаете, я сам имею опыт, когда ребята должны быть в одной группе разных возрастов. То есть в создании коллектива имеется сочетание более старших и более младших. Не угнетать младших и уметь подчиняться старших в рабжимых пределах. То есть какой-то коллектив. Это, в общем-то, по-моему, важно. Ну да, когда постоянно... Ну, постоянно то, что называется коллектив. Ну, у нас всё-таки есть ограничения. Например, там партийные принадлежности с 18 лет. Но к нам приходят же дети и младшие, и мы их не гоним. Они вместе с нами сажают цветы, там участвуют в субботниках, поливают, там чего-то улучшают. Вот, только что мы не можем их, как бы, ну, формально включить в свои ряды. Так, вы совершенно правы. Это такой пример старших... Причём не старших не нас, а старших детей. На них действуют гораздо сильнее, чем, например, там, дедушки или бабушки. Конечно. Понимаете, когда я в твоём возрасте, и всё, у них автоматом пробки в ушах появляются, как только ты им это говоришь. Вот, поэтому дети – это очень специальное дело. Мы очень много проводим, петербургская наша организация. Я во время выборной кампании работала в основном с детьми и молодёжью. Потому что люди, взрослые, определившиеся, их трудно уже, как бы, при этом убить. Хотя, с другой стороны, вот у нас были проекты, там подарили рисунок ветерану. Участвовало тысяч полторы, наверное, детей. Но за альбомами, где были опубликованы эти работы, и за наградами пришли мама, папа, девица и баба. Понимаете, да? При одном ребёнке была целая толпа взрослых, которые пришли, чтобы погордиться своим ребёнком, который надо же... Проблема однодетной семьи. А? Проблема однодетной семьи. Ну, в общем, да, в общем, да, когда ребёнок становится центром семьи. Спасибо. Да, пожалуйста.